Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Во-первых, хочу пожелать вам прекрасной недели. Что-то у меня как-то голосил. Я до этого расклад записывала, поэтому. Хочу пожелать вам всем прекрасной, отличной недели. И мы с вами посмотрим сегодня расклад на тему, о чем вы сожалеете в своей жизни. Эту тему мы взяли из одного комментария, в котором речь как раз шла о том, что, сожалеем, о том, что время как-то ушло, да, и многое не успели сделать. Вот как-то так. Вот. Не знаю, может быть, такой какой-то ностальгический расклад будет на новую неделю. Ну, как получится. Позиции вы видите перед собой. Первая, вторая, третья. Хочу поблагодарить вас за донаты. Меня они очень радуют, мне очень приятно. Что еще хотела сказать? Да, ну, ничего. Давайте мы с вами приступим. Итак, отодвигаем. У меня, значит, в руках колода Таро Небо и Земля. В ближайшее время я, наверное, сделаю еще обзор на эту колоду. Вот. В плейлисте обзоров у меня уже есть. Несколько обзоров на колоду. Они будут выходить по воскресеньям. Кто ждет, имейте в виду. И колода Таро Привидений. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. И мы с вами. Давайте посмотрим. Единички. О чем сожалеете вы? О чем вы сожалеете? Знаете, вы не сожалеете. Шестерка кубков не говорит о сожалении. Со шестерка кубков говорит, карта говорит о некой такой ностальгии. О воспоминании, возможно, детства. О воспоминании чего-то такого, знаете, приятного, доброго, открытого. Знаете, возможно, те периоды, когда у вас была такая хорошая еще связь с мамой. Либо с какой-то женщиной постарше вас. Ощущение того, что вы вспоминаете, ностальгируете о каких-то моментах, когда вы ожидали какое-то будущее. Знаете, представляли, будучи ребенком, о том, что я вырасту, и будет вот это. То есть какие-то воспоминания о будущем. Как все будет? Кем я стану? Возможно, какие-то беседы, и у вас было желание поскорее стать повзрослеть, стать взрослым человеком, да, как будто бы получить какие-то возможности. Вот если я буду взрослой, я буду делать так, я буду делать как-то по-другому. Возможно, у кого-то было здесь желание, знаете, создать какую-то свою семью. И вот у меня такое ощущение, что это ностальгия о том, что как-то вот не реализовалось. Даже если у вас за спиной уже был брак, может быть, и не один. Ощущение того, что как-то, знаете, вот не сложилось. То ли вы о своей родительской семье мечтали, то ли о той семье, которую вы создали, что вот как-то, знаете, не получилось так, как вы хотели. Ощущение того, что, знаете, вроде бы, да и знания есть, и опыт есть, и всё, по идее, должно было быть, должно было случиться. Но вот как-то не сложилось. Не сложилась та семья, которую вы хотели. Вот какая-то, знаете, такая идеальная, чистая, где люди заботятся друг о друге. Какое-то, вы знаете, внимание, может быть, праздники проводят все вместе, сидят за столом, за общим. Какое-то, вы знаете, единение. Здесь не в том, чтобы прям всё было хорошо, идеально. А здесь вот про какое-то родство, о каком-то сплетении. Знаете, когда вот один за другого, когда у нас есть понимание единства, что мы семь, я, семь раз я. То есть есть некое такое единение всех членов семьи. Понимание, что вот мы горой стоим друг за друга. Вот здесь такие моменты, что это как будто бы как-то не случилось. О чём ещё вы можете сожалеть в своей жизни? О том, что, знаете, вот как какие-то перемены не случились в вашей жизни. Либо не всё было так легко, не всё было как-то просто. Возможно, здесь коммуникация как-то не складывалась, не получалось. Путь какой-то вот он был. Изначально ваш путь, он, вы как-то ожидали, что, возможно, он будет как у всех. Да, и будут вот эти вот традиционные понятия создания семьи, рождения ребёнка. Вот как-то всё хочется сказать, как у людей. Но у вас как будто бы путь, он сам по себе не предполагал того формата жизни, который есть вот у большинства людей, да, как-то у среднестатистических. Здесь очень большое сожаление о том, что вы как-то не реализовались. Вот здесь вы не ощутили себя победителем. Может быть, ещё пока это не случилось, да, потому что ещё всё можно сделать. Здесь чувство, что вот вы как будто бы ещё не достигли тех высот, на которых вы, ради которых вы были, так скажем, предназначены, да. Потому что выпадает шестёрка жезлов и аркан императрицы. До этого аркан смерти. То есть вот как будто бы не случилось в вашем сознании того, что кто-то, может быть, действительно не попал вот в этот статус, я не знаю, жены. Хотя, может быть, брак был, да. Но брак, может быть, он не был традиционным, а был как-то вот просто совместное проживание, да. Но вот здесь не так, как вы мечтали, не так, как вы хотели. Если мы говорим о профессиональной сфере, да, я отдельно для мужчин, видимо, кто-то из мужчин спрашивает, я посмотрю сейчас. Для женщин. Видимо, вот вы даже в профессиональной сфере как-то вот не ощущаете себя полностью на коне, что вот вы как будто бы полностью реализовались в профессиональной сфере. Как-то вот не достигли. Это ваше внутреннее ощущение некой неполноценности. Непроявленности. Возможно, вы не смогли в полной степени раскрыть все свои способности. Не получилось, либо до сих пор. У меня такое ощущение, что это не все еще потеряно. Что вы как будто бы на этом пути находитесь, но вы еще не достигли того пика. И поэтому вот это вот ощущение того, что я не чувствую себя на коне в полной степени победителем. Если вы мужчина, отдельно для мужчин посмотрю, о чем вы сожалеете, если вы мужчина. Здесь как будто бы не сложились у кого-то тоже, знаете, вот как будто бы отношения не получились такие, какие вы хотели. Здесь вот ощущение того, что либо действительно был разрыв каких-то отношений, да, и они завершились. Либо здесь не случилось то слияние вот как-то по душе. Либо вы не нашли для себя человека по душе. Либо как-то вот тоже нету какой-то реализации. Но здесь даже не важно, это семья либо профессиональная, здесь вне сферы. А вот ваше какое-то внутреннее ощущение того, что вы как будто бы не завершили что-то. Вот что-то не случилось, как будто бы не дошли до конца. Ну, здесь у кого-то могут быть действительно отношения. Смотри, здесь так интересно тоже выпадает императрица. Я не могу здесь читать как профессиональные сферы. Здесь вот у меня четко прослеживается сожаление по поводу какой-то женщины. Причем эта женщина, она бывшая. Либо это может быть даже какое-то отношение имеет к маме. Если нет, то здесь вот прям очень важная, очень значимая женщина. Которая, с которой у вас сейчас нету отношений. Здесь вот какое-то сожаление, что вот как-то, я не знаю, то ли сожаление о том, что это все завершилось, либо вы как будто бы не дошли до какой-то кульминации. Ну, например, там не дошли до брака. Здесь не получилось. Причем, знаете, вот какая-то хитрость была с вашей стороны. У меня ощущение того, что вы это осознаете, что как-то вот вы, не знаю, может быть, испугались, может быть, как-то неправильно поступили. И вы, здесь вина ваша, ваш поступок как-то вот не дожали, испугались, стрейфили, я не знаю, смолодушничали. По отношению какой-то женщины, которая была очень важная для вас, очень значимая для вас. И что-то здесь с этой женщиной не получилось. И она осталась у вас в прошлом. Вот об этом вы сожалеете. Есть ли еще что-то, о чем вы сожалеете? Ну, вот десятка мечей о том, что произошло завершение. Возможно, есть эта женщина, знаете, вы ей даже как-то не проявили, не сказали о своих чувствах, остались в тени. Может быть, не знаю, может быть, это какая-то вот... Ну, я не вижу, чтобы это была какая-то детская любовь, либо первая любовь, либо юношеская любовь. Здесь какая-то, вы знаете, какие-то чувства, которые не были проговорены, а вот остались в тени. Что-то осталось непроявленным, что-то вы не сказали. Вы упустили какой-то свой шанс, упустили какой-то момент. И здесь вот вы об этом сожалеете по отношению к какой-то женщине. Хорошо. Ну, наверное, вот такой вот маленький расклад. Да, я не буду делать большим. Пишите, о чем вы сожалеете. Единички. Так, позиция номер два. Красный камешек. Смотрим сначала для женщин. Мужчина отдельно посмотрит. О чем вы сожалеете. Знаете, как будто вы вот сожалеете о том, что все... Есть у вас сценарий, он постоянно у вас работает о том, что очень много думаете и мало действуете. И вот как будто, вы знаете, нету какого-то движения. Сожалеете о том, о тех действиях, которые вы не совершили. Вот вы как раз относите к той категории людей. Знаете, вот есть категория, которая говорит о том, что пускай я сделаю и пожалею. А есть другая, которая говорит, что нет, что потом не жалеть, я лучше, ну, лишний раз не буду делать. Вот здесь как будто бы так. Как перестраховщики в некой такой степени, да, то есть отшельник и аркан колесницы. У вас действительно есть сожаление, потому что выпадает прям два великих аркана. Очень важные какие-то моменты о том, что не совершили какое-то действие, не совершили прорыв. О чем это? Аркан справедливости. Что где-то не поступили. Вы знаете, вот... Бывают такие моменты, когда вроде бы вы себе говорите, вот сейчас я это сделаю, сейчас я сделаю, а потом как будто бы поезд ушел и не успел. Не успел. Надо было, да, я вроде бы и готов был, ну, что-то не получилось. Вот не получилось какое-то движение. Не получилось поступить так, как хотелось. Слишком долго колебалась. Слишком долго вот все взвешивала, перепроверяла. Слишком долго решалась на что-то. Вот здесь вот это вот качество, оно у вас есть. А почему? Почему у вас отшельник? Аркан двойка кубков. Знаете, как-то вот... Ну, нет уверенности. Нет уверенности. А еще, знаете, здесь такой момент, что я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы все было идеально, чтобы все было гармонично. И вот пока я это решаюсь, причем это может быть в любой сфере, это не обязательно взаимоотношения. То есть я хочу, например, что-то сделать, но я хочу это сделать вот прям так идеально, хорошо, чтобы всем было удобно, чтобы все радовались. Но как будто бы так не получается. И вот эта вот неуверенность, вот это вот колебание, она приводит вас к тому, что вы как-то думаете, думаете, но не действуете. Здесь вы даже можете представлять себя как успешного человека, который достиг вот именно такой, знаете, сейчас сказать, некой такой уникальности, да, себя. То есть вы как будто бы человек, который сами создали себя. Вот вы к этому стремитесь. И как-то не получается. Как-то у вас не получается здесь. Хорошо, о чем еще вы сожалеете? Ну, луна, аркан мин. Представляете, вот все выпали великие карты, великие арканы, не считая дополнительно, как пояснение, но все выпали великие арканы. Луна и аркан мира. Вот сожалеете о том, что либо не доводили какое-то дело до конца, либо вы не увидели результат этого. И причина была как раз-таки вот именно страх, непонимание, да. Может быть, сожалеете о том, что не понимаете, куда вам идти, не понимаете, как получить то, что вы хотите. Не понимаете, как, например, вот как-то раскрыть себя, да, раскрыть свой потенциал. Получить какие-то возможности. Как это все выстроить. И получить от этого еще и удовольствие. Здесь очень много, знаете, вот как некая такая улитка, живущая в своем домике. И вопрос не про скорость, а вопрос про то, что вот, знаете, вот малейший какой-то шорох, и она закрылась. Вот что-то такое напугало, и она, гоп, сразу в домике ушла. То есть много возможностей теряете от того, что я не понимаю, я не знаю. Я не знаю, как мне... Вот я это хочу, но я не знаю, как будто бы как это получить. И от этого бездействует. То есть ваше сожаление о том, что вы очень часто упускаете возможности, либо не умеете их самостоятельно создавать. Ну вот вы нерешительные, да, вот об этом вы сожалеете. Причем это даже не в прошлом, а это вот вообще, это ваша характерная такая черта, и вы об этом знаете. Ну как-то вот, чтобы с этим справиться, что-то сделать, вам не хватает храбрости, вам не хватает смелости. Вы всегда выбираете бездействие, нежели активное действие. Вам проще отказаться, вам проще как-то, знаете, ну не знаю, отойти в сторонку, уступить путь другому человеку, нежели проявить себя активно. Вот об этом вы сожалеете. Так, смотрим мужчин, да, смотрим мужчин. О чем здесь мужчины сожалеют. А знаете, так интересно, и мужчины тоже сожалеют примерно о том же. Здесь выпадают Паш Пендакли и Мак. о том, что как-то не получилось, знаете, реализовать свои желания в силу того, что вот не хватило знаний. То есть, может быть, рано пошли работать, да. Вот у меня такое ощущение, что мечтали о том, чтобы, я не знаю, закончить там институт, да, либо чему-то обучиться. Вот, возможно, обучиться какому-то ремеслу. И очень рано вынуждены были пойти работать. И вот ваша тяга вот это вот к обучению, да, к каким-то знаниям, она не реализовалась. И вот об этом вы сожалеете. Знания, которые помогли бы вам зарабатывать больше. Ну, это вот ваше такое ощущение. Знания, которые связаны как-то вот с семьей, да. Десятка Пендакли. С семьей. Может быть, здесь было такое, что вот утратили своих родителей, и вот как-то вынуждены были младших братьев и сестер воспитывать, да. Ну, то есть рано стали ответственны за жизнь других членов вашей семьи. И вот не пошли учиться, да, не пошли учиться из-за семьи. А что вы хотели, чему хотели обучаться? Десятка жезлов. Да здесь нету какого-то конкретного направления, да, того, что вот прям очень важно было. Здесь как будто бы это было связано с тем, как вы сможете вот как будто бы, знаете, сбросить лишний груз, лишнюю ответственность, как-то чтобы облегчило, эти знания облегчили вашу жизнь, чтобы она стала намного проще, и вы смогли дальше двигаться. Здесь очень много ответственности, трудностей, какие-то вот обязательства перед кем-то. Здесь нету какой-то вот конкретного прям направления сказать, да, что вот. То, что помогло бы вам в жизни двигаться дальше. Ну, у вас были очень большие абицы, и они все рухнули, да, от дьявол и башни. Вот так как-то неожиданно. Я спросила, что вы хотели, какое у вас было желание. И вот аркан колесницы. Здесь, смотрите, у мужчин тоже выпадают одни великие арканы, причем дублируется аркан колесницы. Повторно. Говорящие о том, что вот вообще продвижение вам по жизни было важно. Только если женщины здесь были нерешительны, мужчины здесь вынуждены, какая-то такая позиция. О чем сожалеете? Может быть, кто-то здесь сожалеет о том, что не смог дом построить, да, не иметь своего какого-то жилища. Может быть, вы здесь вынуждены были очень часто разъезжать, переезжать. И не было возможности как-то больше времени проводить с семьей. Больше, ну, знаете, вот, может быть, рано уехали, и как-то здесь такое ощущение, не повращались с родителями, да. И вот, может быть, там мама умерла, и как-то, ну, не получилось даже проводить последний путь, да, человека. Вот здесь какие-то такие сожаления тоже были, потому что были как-то в разъезде. Может быть, чисто эгоистическое проявление, как-то вот обижен был кто-то на своих родителей, и из-за этого, ну, вот по глупости, да, как-то по юности что-то произошло, и, ну, не случилось. Возможно, у кого-то здесь авария тоже такое может быть, да, повлияло на то, что, ну, не получилось дальше обучаться. Есть ли еще что-то, о чем вы сожалеете сейчас? Да, о шансах и о возможностях. Выпал туз Пиндакли и туз Кубков. Ну, вот о том, что не получилось реализовать, да, реализовать себя, не получилось какой-то вот шанс. Вот как будто бы не дали вам каких-то шансов. Не дали вам каких-то шансов. В чем-то у вас было здесь ограничение? Здесь какие-то ограничения были, и они связаны как-то вот именно с семьей, не с вами. А нужно было, мне хочется, просто интересно, нужно было вам вообще вот по жизни, согласно, ну, вот вашему пути, да, задуманному вашей душой, нужно было вообще идти вот как-то в обучение вот другим путем, не таким, каким вы сейчас прожили жизнь, а каким-то другим путем. Нужно было? Ну, задумано было? Нет. Вы знаете, здесь Король Пиндакли и Тройка Мечей говорит о том, что вот это вот ваше... как-то, ну, запланировано было не столь само вот это вот обучение, развитие себя, если вас все-таки это очень сильно тревожит. Насколько вот ваш путь, он был прописан как-то, как человека, заботящего о других. Вот здесь какая-то такая душа, да, у мужчины, вы как будто бы были рождены для того, чтобы постоянно как-то... как это сказать-то... заботиться о каком-то другом, да, вот такая отцовская фигура, причем с юного, с раннего детства, которая заботится о других, которая решает проблемы других. То есть вы как будто бы живете не для себя, а для того, чтобы решать проблемы, задачи других. Вот здесь какая-то такая у вас программа. Вот постоянно работай, знаете, вот вы тот человек, который не создан для обучения, ну, это не с плохой точки зрения, я вас не обижаю ни в коем случае, вот есть люди, да, которые... ну, мужчины, которые рождаются с руками, как говорится, да, которые, там, я не знаю, как это там, электрики, люди, которые работают, там, я не знаю, с землей, строители. Ну, вот такая работа настоящая мужская руками. Не головой, а руками. Опять-таки не потому, что вы глупы, а потому что вот здесь какой-то такой путь, да, когда вот вы работаете, приносите деньги, что-то делаете, вот прям такой, знаете, семьянин, семьянин, и здесь вам не нужно было. Да, здесь вот, может быть, вы и работаете как-то строителем, что-то строите, что-то создаете. Ну, ремесленник, да, что вот вы понимали. Ремесленник, либо купец какой-то, вот, но ни в коем случае не в направлении такой, вот, знаете, гуманитарии, там, обучения или еще что-то, нет. Здесь человек работает, вот вы, ваш путь такой, поэтому не огорчайтесь, не сожалеете о том, что это не случилось, да, что вот как-то не пошли в обучение. Здесь, здесь так и должно быть, то есть все, что с вами случилось, как будто бы так и должно быть. Это так было прописано, мне хочется сказать. Что-то какая-то вот косноязычие, я не могла подобрать слова. У меня такое ощущение, что вам тоже, ну, если вы мужчина, вам тоже как-то сложно говорить, сложно объяснить. Ладно, позиция номер три. Сначала смотрим женщину, потом мужчину. О чем сожалеют троечки? О чем сожалеете? О своем пути сожалеете? О своем пути сожалеете? О том, что хочется, знаете, быть еще сильнее. Еще сильнее и как-то, хочется сказать, выше, сильнее, мощнее. Вот как-то, я не знаю, как, вот меня распирает такое ощущение, что я хочу быть шире, я хочу быть больше, я хочу быть важнее. У меня прям вот такая, знаете, очень мощная энергия. И такое чувство, что у меня же голова загружилась, такое чувство, что как-то вот, ну, не сложилось, не получилось. Как-то вот я прикладываю усилия, а не получается, да. То есть если двоечки не действуют, вот вы очень много действуете, очень много силы. Как-то силы воли прикладываете, физической силы. всевозможные свои какие-то ресурсы, но не складывается как-то, не крутится колесо фортуны, не приходят какие-то перемены. Вот вы очень много думаете на этот счет, прям мечи-мечи пошли. Думаете, вроде бы я планирую, вроде я все рассчитываю, но не получается, да. Как-то вот не пускают вас в какие-то перемены. А почему, вот мне хочется спросить, почему вас не пускают? А в этом состоит ваш урок. То есть педаглий и император. Для того, чтобы вы стали императором, обращаю ваше внимание, женщина не императрица, а именно императора. Это вот какой-то вот ваш путь. То есть здесь такое чувство, что у вас есть категория людей, которых, когда им указываешь на какие-то недостатки, у них опускаются руки, они очень эмоционально переживают, огорчаются. А есть другая категория людей, которым вы относите, которым, знаете, вот как-то говоришь, что да ты не способен на это, у тебя не получается. И вот это вот вас как-то больше будоражит, и вы как-то загораетесь, и хотите доказать, как это у меня не получилось. Вот посмотришь, я это сделаю. И вот здесь вот этот вот ваш сценарий, что вы куда-то стремитесь, а у вас какие-то преграды, и вот вас не пускают. И таким образом, как будто мы вас обучаем для того, чтобы вы стали императором. То есть вот этот вот Паш Пендакли, он говорит о том, что я таким образом учусь. Я таким образом учусь. Хорошо. Есть ли что-то еще, помимо того, что у вас что-то не получается, и вы сожалеете? Есть ли вообще что-то, о чем вы сожалеете? Да мелкие какие-то карты выпадают. Да, есть огорчение. Огорчение о чем? По пятерке Пендакли. Сожалеете. Сожалеете о каких-то утратах, в том числе финансовых. Сожалеете о каких-то кризисах. Ну вот здесь пятерка Пендакли о чем? О шестерке мечей. О том, что вот не получается как-то, да, вот не получается. Не получается идти в новое. Не получается идти к новым берегам. Очень сильно эмоционируете. Прям вот переживаете. А знаете, вы хотите, но здесь вот на Паш Жезлов на меня выпадает дьявол. Вы очень хотите, но вот как раз таки становитесь одержимыми. И вот из-за этой одержимостью вашей, да, вы становитесь чрезмерно эмоциональны. И за это вас цепляют. Вот за ваши эмоции, да, за ваше страстное желание. Когда вот вы горите, я хочу это получить. Я хочу пойти в это в новое. Да, вот мне это надо. И вот здесь включаются ваши эмоции и вами начинают манипулировать. У меня здесь такое ощущение, что вот здесь урок, который вы должны пройти. Это холоднокровно, целенаправленно идти к своей какой-то цели, мечте. Не отказываться, но не быть одержимыми, не включаться эмоционально. То есть пока вы холоднокровные, то есть пока у вас голова холодная, но не горячее сердце. И вот вы идете, у вас получается, стоит вам прям вот знаете, как-то чем-то загореться. Вы как будто бы становитесь уязвимыми в плане того, что вами начинают манипулировать. И здесь не обязательно люди, а здесь вот как будто бы сама жизнь так вас закручивает, чтобы вы этого не получили. Обучают вас здесь быть не то, чтобы не быть эмоциональными, а не быть, как-то вот не зажигаться, не включаться на сто процентов. Да, здесь вот вас как-то замедляют, потому что выпадает четверка шестлов и королева пендакли. Здесь вас как-то заземляет, замедляют, чтобы вы больше, понимаете, не бежали куда-то, а наслаждались, да, то есть вот самим процессом. Вы как-то огненный по верхам, а здесь вам хотят более, как-то знаете, фундаментально и при этом с тем же наслаждением, удовольствием, то есть как будто бы чтобы вы получали праздник от своего, от своего пути, чтобы он как будто бы вам запоминался. А здесь ощущение того, что вот вы бежите, бежите, всю свою жизнь куда-то бежите. И непонятно, и поэтому вам сейчас здесь это и не дают, потому что в желании чего-либо достичь, вы каким-то образом теряете саму суть, что ли, какой-то вот сам смысл, что, чему вас тут учат. туз жезлов и башни, туз жезлов и башни. Ну вот, чтобы, знаете, и двойка жезлов, чтобы вот вы выбирали, да, по двойке жезлов, очень мудро, чтобы не было вот этого вот как раз таки состояния, я загорелся и побежал, да, потому что здесь вот какие-то, возможно, вы поспешные решения принимаете, которые в дальнейшем вас приводят к кризису. Здесь таким образом вас как будто бы обучают мудрости, чтобы вы принимали правильные, верные решения, потому что у меня чувство, что вы неоднократно обжигаетесь об одной и то же, только потому, что вы торопитесь, вот вы и торопитесь. А почему вы торопитесь, хочется спросить. Восьмерка. А здесь какое-то, знаете, как будто бы чувство, что вы убегаете от какой-то вот неуверенности. Ощущение того, что если вы будете размеренные, вы ничего не будете делать, да, вы как будто будете сомневаться, то есть если я буду принимать решение, я его никогда не приму. А когда я вот как-то поспешно принимаю, я его хотя бы принимаю и действую. Того чувства, что если вы будете замедляться, вы как будто бы никогда не продвинетесь вперед. Вот здесь такое, что вы будете больше неуверены и, ну вот, В медлительности как будто бы нету какого-то движения вперед. Это для вас очень вообще тяжелая ноша, да. Я могу предположить, что вы такие, ну вы боитесь, вы боитесь как-то вот остановиться, да, когда ничего не происходит, когда люди очень медленно принимают какое-то решение. Ну, живчики, вы огненные, да, то есть вот какое-то постоянство для вас это вот очень-очень мучительно. Вы, наверное, и когда болеете, очень быстро встаете на ноги, да, не можете лежать в кровати долгое время. Так, смотрим, это женщины, смотрим у нас с мужчинами, что, о чем сожалеют у нас мужчины по тройкам. Мальчик девочку любил, да, мальчик девочку хвалил. О какой-то дружбе, о какой-то дружбе, которая вот как-то, знаете, почему-то, может быть, вы дружили с какой-то девушкой-женщиной. Учительницей, как-то так. Человека более статного по отношению к вам. Вот о какой-то дружбе вы сожалеете. Что это за дружба? Как-то здесь что-то произошло не очень хорошее. Может быть, это какой-то партнер ваш был даже. Ну, были очень такие хорошие, теплые отношения. И вот по Аркану Суду и по Двойке Мечей, они как будто бы... Не то, чтобы вы расстались, а вот что-то произошло, вот я вижу какое-то расстояние между вами. И вы как-то отдалились. Но отдалились, и нельзя сказать, что и по-хорошему, и по-плохому. Вот ни то, ни другое. Просто отдалились, потому что что-то произошло между вами. Может быть, ваш партнер, либо вот эта вот женщина, либо человек как-то захотели какую-то свою свободу, какое-то свое развитие. А у меня такое ощущение, что вы как будто бы не хотели этого человека отпускать. Не знаю, со своей работой и своей жизни. Но отпустили. Вот как будто бы в свободное плавание, но через какое-то сожаление. Человек пошел дальше в свое какое-то развитие, свободное плавание, а вот вы и сожалеете. А почему вы сожалеете? Ну, потому что этого человека нету рядом с вами, а он вас наполнял, с ним было очень хорошо, с ним было комфортно, приятно. Это вот как будто бы была ваша какая-то, ну, родственная какая-то такая душа, которая вас зажигала. Вот, не знаю, вот с этим человеком вам было очень тепло, просто, хорошо, легко. Даже если этот человек был противоположного пола, здесь не то чтобы, знаете, рубаха парень, с которой можно выпить. Нет, а вот, я не знаю, так хорошо, ну, вот как с сестрой, что ли, либо как с братом, что-то такое родное. Очень хорошо было. Можно было как-то вот помечтать, знаете, как-то прийти к этому человеку, поговорить. И вот как-то, ну, хорошо становилось, какая-то вот доброта была от этого человека. А почему вы сожалеете, не мог понять, ну, ушел человек, его нет, ну и что? Ну, сейчас я имею в виду. А потому что, возможно, у вас были далекие планы, как-то долгостроящиеся планы на этого человека, на какую-то стабильность, да. То есть вы хотели продолжить взаимодействовать, но не получилось, да. И вот здесь вас это напугало, напугало. Хорошо, есть ли еще что-то, о чем вы сожалеете, вот помимо вот этого? Нет, вот мне идет утрата, утрата какой-то вот дружбы. Вот, знаете, ощущение того, что человек принял решение какое-то, а вы, ну, не знаю, то ли из благородства, то ли что, вот как-то согласились. Ну, вы не хотите отпустили этого человека. Да, и здесь вот желание все вернуть спять. То есть, конечно, давайте я так посмотрю. Если бы снова переиграть эту ситуацию, вы бы отпустили этого человека? Да, вы бы снова отпустили этого человека, вот, но вот вы как-то о нем, ну, вспоминаете очень. Все равно вы держите его внутри себя. Очень важный такой человек и значимый в вашей жизни, но вы все равно поступили так, как поступили тогда. Ничего бы не изменилось, и поэтому, ну, не надо сожалеть, да. Вот. Было бы хорошо этому человеку, давайте я так посмотрю, если бы он остался с вами. Вот, сложилось бы у вас все хорошо. Здесь много непонятного по Верховной Жрице. И, знаете, ну, рано или поздно этот человек бы все равно ушел. Этот человек все равно бы ушел. Поэтому нет. Знаете, у меня такое чувство, что вот вы как-то поступили очень-очень благородно и правильно сделали. И поэтому не сожалеете, потому что все равно бы какой-то вот разрыв произошел. Потому что этот человек должен был идти дальше. Ну, вот, у меня такое чувство, что он пошел просто выше энергетически. Ваши дороги разошлись по причине того, что вот он должен был пойти дальше в свое развитие. А вы не смогли бы все равно идти за ним, либо рядом с ним. Поэтому, ну, просто вспоминайте то, что было с хорошими такими воспоминаниями. То есть, если бы отмотать назад, все равно произошло бы то же самое. Только... Да нет, все то же самое. Я просто подумала, что, может быть, хуже было бы или бы лучше. Нет, все то же самое. Такое ощущение, что вот так ни крути, ни верти, ни рассматривая эту ситуацию с разных сторон, она все равно бы случилась. Сохраните воспоминания, эти приятные ощущения. И все. Здесь я не могу сказать, что вот как-то мужчина о чем-то сожалеет. Вот такой был расклад. У меня такое чувство было, что он как будто бы вот для конкретных людей. Не для всех. Как-то вот для конкретных людей был. Я с вами прощаюсь. Пожелаю вам всем отличного настроения. Хорошей, солнечной, теплой, приятной, наполненной, насыщенной эмоциями, позитивными недели. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok